Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. Сегодня я расскажу о третьей изысканной вилле. В семье богатых финских промышленников Альстрюм было принято каждому новому управляющему семейным бизнесом строить свою виллу. Сначала основатель компании Анти Альстрюм в 1882 году построил дом для своей семьи по соседству с заводом в Нормарку. В этом большом доме располагался также и офис фирмы. Двухэтажный деревянный особняк со скромной архитектурой находился в том же поселке, в котором жили рабочие предприятия. Затем сын отца основателя, Вальтер, который стал генеральным директором и председателем правления компании, в 1901 году построил по соседству более внушительную и богатую виллу Хаверлинна. Она расположена уже в стороне от рабочего поселка, в окружении большого сада. Красивая каменная постройка в стиле шведского романтизма с непременной башенкой была построена по проекту известного в то время архитектора Густава Адольфа Литтберга. И, наконец, дочь Вальтера, Майра, вышла замуж за нового управляющего, и семейная пара решила построить для себя третий дом по соседству с двумя первыми. Майра была художественной личностью, изучала искусство, рисовала и даже проучилась год в Париже. Вернувшись в Финляндию и выйдя замуж, она стала известным меценатом. Майра участвовала в создании художественной школы и общества современного искусства. В 1935 году Майра стала одним из основателей компании Артек, которую учредили Альвар и Айна Аалта – молодые, но уже известные финские архитекторы. Им и было поручено проектирование нового дома, в котором они могли реализовать свои новаторские идеи. Амара могла бы не только жить со своей семьей, но и заниматься творчеством, и разместить свою растущую коллекцию произведений современного искусства. Вела была построена на участке, расположенном в лесу, и не имеющем видимых границ. Поэтому двухэтажный дом, крытый переход и баня образуют полузамкнутый дворик, в котором находится открытый бассейн. Гостиная и столовая обращены в этот двор. Нижний этаж представляет собой единое помещение площадью 250 квадратных метров, в котором соединены жилые функции, рабочие и картинная галерея. В этом едином пространстве прихожая отделена от гостиной с помощью нескольких ступенек. Фирменные приемы Аалта. Столовая выделена за счет Г-образной планировки, а рабочий кабинет за счет скошенной перегородки. В углу, в отдельном помещении, находится детище хозяйки, зимний сад. Рядом с ним узкая крутая лестница, по которой можно было попасть в мастерскую, где Майра рисовала. Других входов в мастерскую не было, чтобы дети не мешали ее уединению. После входа в дом маршрут движения, а соответственно восприятие пространства, меняется несколько раз. Прямо из прихожей мы видим расположенную на пять ступенек выше столовую. Но пройти прямо нельзя. Повернув налево и поднявшись по ступеням, мы попадаем в гостиную. Чтобы подняться на второй этаж, нужно в гостиной повернуть направо, на открытую лестницу. А повернув налево, оказываешься в музыкальном отсеке. Интерьеры виллы оформляла Айна Алта. В них сочетаются белые стены, светлое дерево, тракотовые, плиточные и светлые деревянные полы, светлые ковры. Мебель фирмы Артек тех же цветов, плюс добавлена черная кожа. Чтобы сохранить единое пространство, но отделить гостиную от прихожей и выделить лестницу, придуманы оригинальные деревянные элементы из тонких деревянных трубок, расположенных регулярно. Напоминая заросли бамбука, они придают интерьеру легкость, живость и природность. Необычно отделаны круглые металлические стойки конструктивного каркаса. Они выкрашены в черный цвет и обернуты деревянным жгутом. Большие низкие окна гостиной также создают связь с природой. Камин расположен так, что вы уютно сидите в уголке, но смотрите на пейзаж за окном. Здание в целом имеет прямоугольный функционалистский объем, но некоторые его элементы, козырек над входом, балкон, часть объема второго этажа, где находится мастерская, слегка закруглены. Окна спален на втором этаже решены как асимметричные эркеры. В отделке фасадов использован камень. Деревом отделаны закругленные части, которые контрастируют с прямыми кирпичными стенами, окрашенными в белый цвет. Таким образом, не отказываясь от функционализма, аалта смягчает его элементами, напоминающими природные формы. Композиционным центром двора является бассейн в форме почки. Не только в плане, но и с изогнутыми стенами. Это первый бассейн такой формы. У виллы Море счастливая судьба. Ее владелица жила в ней до конца жизни. Вилла до сих пор находится в собственности семьи Альстрюм. Но участок и основные помещения первого этажа открыты для публики. И все желающие могут там побывать. На сегодня это все. Спасибо за внимание. Присылайте свои вопросы. Не жалейте лайков. И подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok